МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"У женщины, как опыт учит нас, здоровье с красотой неразлучны", говорил Лопе де Вега. Действительно, настоящая женщина всегда хочет оставаться красивой и здоровой. Уже поэтому здоровье и гинекология идут рука об руку на протяжении всей жизни женщины. Здравствуйте! Сегодня в программе тела человека мы будем обсуждать гинекологические заболевания. Очевидно, большую роль здесь играют нарушения иммунитета, стрессы, гормональные изменения и, конечно же, инфекции, в частности, инфекции, передаваемые половым путем. Как этого избежать и в какой ситуации необходимо обращаться к специалисту? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в нашей программе. А пока небольшая анатомическая справка. Репродуктивная система женщины состоит из влагалища, яичников, маточных труб и, собственно, матки, в которой развивается зародыш. После того, как девочка появилась на свет, речи о сформированной репродуктивной системе идти не может. Эти органы просто есть у нее в организме, они заложены. Но до полноценного выполнения своей самой главной материнской функции еще далеко. Кстати, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, детородный возраст женщины определяется промежутком от 15 до 49 лет. Но все же наиболее благоприятным для рождения первого ребенка считается возраст от 20 до 30 лет. Этому есть много причин. Здоровая забота яичников гарантирует легкое зачатие, а мускульный тонус матки – минимальный риск выкидыша и естественные роды. Да и сама женщина еще не успела накопить в своем багаже кучу хронических болезней. А сейчас время представить гостей нашей сегодняшней программе. Сегодня о женском здоровье мы будем говорить с доцентом кафедры акушерства и гинекологии Гомельского государственного медицинского университета Натальей Леонидовной Громыко. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будет двое студентов Гомельского государственного медицинского университета Анастасия Бодник и Артем Артюшенко. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы нашу программу начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Я предлагаю посмотреть на экран. Ни одна женщина не любит без особой необходимости посещать гинекологический кабинет. Особенно если ей нужно пройти ряд диагностических процедур, которые не всегда отличаются комфортом. Тем не менее делать это надо. А в каком возрасте надо начинать и с какой периодичностью врачи рекомендуют это делать? Это вопрос для вас. Ребята, у вас есть время подготовить ответ на наш первый вопрос. А мы пока начнем наш разговор. Наталья Леонидовна, Всемирная организация здравоохранения определила репродуктивный возраст с 15 до 49 лет. Тем не менее мы знаем, что женщины начинают рожать гораздо раньше. Есть роды и в 12, и в 13 лет. Или наоборот, даже после 45. Это иногда первые роды. Чем это вообще опасно для женского организма? Да, к сожалению, конечно, возраст определяет очень многое. В нашей дне беременности, в исходе родов. Плохо, конечно, и подростковой беременности, потому что все-таки организм женщины, девушки еще в таком возрасте не готов. Ни физически, ни морально, ни эмоционально. Поэтому, конечно, мы видим осложнения беременности, такие как и невынашивание, и плацентарную недостаточность. И роды достаточно часто протекают на них с осложнениями. Это касается совсем молодых, юных. Но и в том числе и женщины после 40 лет, конечно, тоже у нас угрожаемы по возникновению осложнений. Потому что они к 40 годам уже, к сожалению, накапливают багаж и к другой экстрагенитальной патологии. У них накапливаются заболевания сердца, сосудов, эндокринные различные заболевания, метаболические нарушения. И это все сказывается, конечно же, на течение беременности и, соответственно, родов. Поэтому, конечно, желательно рожать раньше. И вторая проблема у этих женщин – это катастрофическое снижение вариального резерва. То есть мы знаем, что запас яйцеклеток в яичниках не безграничен. Он истощается постоянно и значительно после 36 лет. Поэтому, конечно, нашим женщинам мы рекомендуем рожать до этого возраста. А оптимально, конечно, это с 20 до 30 лет. Первая беременность. Желательно, конечно. И потом уже последующая. То есть желательно, конечно, да. Женщина в этом возрасте и здорова, и уже достаточно осознанно делает этот выбор. И, конечно, мы можем рассчитывать на то, что и беременность будет успешна, и воспитание ребенка в том числе. Наталья Леонидовна, гинекология, как и любая другая отрасль медицины, имеет целый ряд направлений. И очень важное из них – это профилактическое. Сегодня мы много говорим о вирусе папилломы человека. И вот, в частности, о прививках против этого вируса. Насколько это актуально? Нужно ли это делать? В каком возрасте? Кому? Да, это еще одна наша большая проблема. К сожалению, ежегодно около 500 тысяч случаев рака шейки матки выявляется в мире. И половина примерно этих женщин погибает. Поэтому, конечно, уже много лет известно, достоверно известно, что вирус папилломы человека, он ответственный за развитие такого грозного сложного осложнения. Поэтому сейчас в ряде стран, не могу сказать, что везде это включено в национальный календарь прививок, нет, это не во всех странах, но в большинстве стран эти прививки есть, и они рекомендуются для использования. Значит, доказано уже, что вакцинация от ВПЧ, она снижает риск возникновения вообще ВПЧ-связанной патологии. Это и рак шейки матки, и папилломы, и кандиломы, и другие проявления. Сказать 100%, что просто мы исключим вообще, и у нас никогда не будет рака шейки матки, пока сейчас невозможно, еще слишком мало времени прошло с момента использования этих прививок. Но то, что снижается риск возникновения предраковых процессов, это да. Поэтому рекомендуют эти прививки с 10 до 16 лет проводить девочкам, и самое главное условие – до начала половой жизни. И в ряде стран рекомендуют это делать в том числе и молодым мальчикам, потому что тоже они могут переносить вирус попелом и человеком впоследствии. Поэтому поживем-увидим, будет идти время, мы будем получать результаты, и будем видеть, и может быть, возможно, и в нашей стране это будет тоже включено в национальный календарь прививок. Каждая девочка, девушка, женщина репродуктивного возраста ежемесячно сталкивается с тем, что деликатно называется критическими днями. Что такое менструация, какие характеристики нормальной менструации, а когда нужно обращать внимание уже и обращаться к специалистам? Да, менструальная функция, наша менструальная функция – это основной показатель здоровья вообще женщины. Поэтому на это крайне важно обращать внимание девочек, девушек, мам этих девочек, которые должны обязательно разговаривать с девочками на эту тему. Насколько они регулярны, насколько они правильные, насколько они качественно проходят, это зависит вообще, в общем-то, в принципе, дальнейшая репродуктивная жизнь женщины, девочки, девушки, в общем-то, и женщины. Менструации, они должны быть регулярными, они должны не причинять какого-то… они не должны нарушать качество жизни женщины. Нормальный менструальный цикл имеет следующие характеристики. Продолжительность цикла, которую мы считаем от первого дня до первого следующего дня, 24-38 дней. Количество дней менструации колеблется в норме от 4 до 8. Менструации должны быть безболезненными, это норма. И объем теряемой крови. Наша цифра – это 80 мл, но ее всегда сложно померить. Поэтому вы должны спрашивать у своих девочек, девушек, или на приеме, или у каких-то подруг, коллег и так далее, насколько это мешает жизни женщине, девочке. Если это нарушает качество ее жизни, если она из-за этого не хочет идти на учебу, не хочет идти на работу, у нее настолько обильное выделение. Или не может. Или не может, да, не может, потому что у нее обильное выделение, постоянно требуются какие-то гигиенические процедуры. Если это приводится к снижению гемоглобина, то это уже обильная менструация. То есть это уже повод обратиться к врачу, к шер-гинекологу, и обсудить эту проблему, чтобы выявить потом причину, которая к этому привела. Ну а время начала наступления менструации, оно ведь тоже должно быть какое-то определенное? Да, конечно, в среднем в нашей полосе, в нашем климате менструации начинаются в 12-13 лет. До 15 лет точно они должны наступить. Если 15 лет девочке исполнилось, это повод задуматься и обратиться к врачу. Наталья Леонидовна, насколько серьезным является симптом, если есть кровенистые выделения вне менструации? Или у женщин уже в постменопаузе, когда прекратились менструации? Это крайне серьезный симптом, особенно для женщин в постменопаузе. Никаких кровянистых выделений быть не должно. Это повод сразу же обратиться к врачу, к шер-гинекологу. Что касается молодых девочек, у которых сохранен ритм менструации, тоже межменструальных кровотечений быть не должно. Это тоже обязательно должно насторожить девочку, ее маму, и должно явиться поводом обращения к врачу. Очевидно, что менструация и маточное кровотечение – это два все-таки разных понятия. Об этом мы уже сказали. Так когда же все-таки понять, что это действительно обильная менструация, или это уже маточное кровотечение? На что нужно обратить внимание? Да, маточное кровотечение – это наиболее частая гинекологическая патология. Часто встречается в гинекологических стационарах. Одна из основных проблем – это кровотечения, которые могут быть и во время менструации, но они более обильные и более длительные. То есть количество дней теряемой крови увеличивается. Это кровотечения могут быть межменструальные, они могут никак не быть связаны с менструациями, а могут быть и связаны с менструациями, и между менструациями. То есть в любом случае они обильные, они длительные, они нарушают качество жизни женщины. Поэтому, естественно, да, это различные гинекологические причины, проблемы, это надо выяснять. А на фоне, например, приема гормональных препаратов, будь то или контрацептивы, или женщины, которые получают уже менопаузальную заместительную терапию, появляются, когда кровенистые выделения, серьезно это? Может ли это быть норма или все-таки патология? Конечно, это не норма. Если мы, например, рассматриваем вариант с контрацептивами, комбинированными оральными, это, возможно, не какая-то серьезная проблема. Возможно, это просто требуется пересмотреть подход к выбору контрацептива, возможно, требуется просто другой препарат с другой дозировкой или с другим составом. А что касается менопаузальной гормонотерапии, то, конечно, в любом случае в этом возрасте мы должны исключать серьезную органическую патологию. То есть мы говорим об онкологической патологии? Как фоновой, так и предраковой, и в том числе, да, и раковой патологии. То есть особая настороженность, наверное, в плане, когда кровотечение начинается после прекращения менструации, это все-таки онкопатология, да? То есть какие специалисты все-таки должны эту женщину осматривать, если у нее появляются кровянистые выделения уже после прекращения менструации? Ну, конечно, в первую очередь ее должен встретить акушер-гинеколог и провести первичные обследования, подтвердить там или, например, исключить какое-то свое подозрение. А дальше уже возможно введение совместно с онкологами, то есть уже при наличии диагноза. А может ли вот это маточное кровотечение быть вызвано какой-то негинекологической проблемой? Да, к сожалению, такие ситуации тоже бывают, несмотря на то, что это маточное кровотечение, вроде бы только и матка должна отвечать за свои вопросы, да? У нас есть такие женщины, у которых есть другая сложная патология, например, сердечно-сосудистая экстрагенитальная патология, когда требуется прием препаратов для разжижения крови, например, тех же антикоагулянтов, оперированные клапаны сердца, там мерцательная аритмия и так далее. И это, к сожалению, может приводить и к маточным кровотечениям в том числе. Это тяжелое заболевание печени, когда нарушается синтез фактора свертывания. Такие ситуации тоже бывают, да. То есть не обязательно это только маточная причина. То есть это тоже надо исключить. Да, чем же тогда остановить это маточное кровотечение? Может ли женщина сама, когда она видит, что у нее изменился ритм менструации, что они стали более обильные принять какие-то, может быть, травяные нас, то еще что-то? Или все-таки она должна обращаться к специалистам, а у них есть какие-то уже свои специфические методы лечения? Конечно. Однозначно мой ответ только специалист, естественно, да. Или это амбулаторное звено, или стационарное звено, то есть в зависимости уже от степени выраженности кровотечения у женщины только медикаментозно-специфическое лечение. Сейчас, да, существуют препараты, которые уже доказано, останавливают кровотечение. Препараты, содержащие трониксамовую кислоту, они есть у нас на рынке, представлены в различных формах, доказано, снижают, останавливают кровотечение женщины. Это также препараты группы дистероидных противовоспалительных средств. Иногда у молодых девочек мы можем применять комбинированные оральные контрацептивы, но в любом случае это делает только врач. Женщина ни в коем случае сама не должна не заваривать никакие травы, а первое, что она должна сделать, это записаться к врачу женскую консультацию, либо вызвать в скорую помощь и поехать в стационар. Но многие женщины очень пугаются ехать в тот же стационар, а все ждут и ждут, потому что боятся, что, известно, будет выскабливание матки, будет хирургическое вмешательство, которое потом приведет к чему-то более серьезному. Но мы уже вот сказали о том, что есть медикаментозные способы остановки кровотечения, но если все-таки станет вопрос о выскабливании, насколько это опасно, серьезно, можно ли его не бояться, скажем так? Конечно, можно его и не бояться, и нужно не бояться. Дело в том, что сейчас, конечно, подходы не настолько радикальные. То есть мы имеем возможность медикаментозно остановить кровотечение, а потом подумать, разобраться с диагнозом у женщины. Возможно, это будет невыскабливание, возможно, это будет гистероскопия, возможно, это оперативное какое-то другое оперативное лечение будет предложено. То есть есть варианты. Это не так, как было раньше, когда просто брали и просто выскабливали. В любом случае, конечно, вероятнее всего, нам понадобится гистологическое исследование. Его можно провести потом и другими способами. То есть бояться этого не стоит, потому что, ну, в общем-то, страх ни к чему не приведет, только к запущенному диагнозу впоследствии. Наталья Леонидовна, спасибо большое за Ваши ответы. Я сейчас предлагаю послушать ответ наших ребят на первый вопрос. Я напоминаю Вам, что он был о том, насколько часто и с какого возраста нужно посещать такого врача-специалиста, как врач-акушер-гинеколог. Я хотел бы отметить, что данный вопрос, он актуален для женщин всех возрастов. Хоть и однозначно ответить на него будет сложно, ведь цель визита к гинекологу может быть разной. Несмотря на это, первый осмотр девочки проходят уже в роддоме, под присмотром врача-неанатолога. Затем в следующий раз родители рекомендуются показать своего ребёнка в течение первого года его жизни. А также обязательные осмотры при оформлении ребёнка в детский садик и при поступлении его в школу. Одним из важных периодов в развитии девочки является период начала менструального цикла. В норме он начинается в 12-12,5 лет, но также может начинаться раньше и позже. Если у девочки до 14 лет не появляются вторичные половые признаки и до 15 лет не появляется менструация, то это серьёзный повод родителям бить тревогу и срочно обращаться к детскому гинекологу. Важно также, чтобы начало половой жизни девочки сопровождалось периодическими констанциями у гинеколога. Кроме планов осмотров, также есть осмотры по особым показаниям. Ну и в заключение я хотел бы сказать, что посещать гинеколога хотя бы раз в год рекомендовано всем девушкам и женщинам, которые бережно и трепетно относятся к своему здоровью. И таким образом можно избежать многих проблем в гинекологической сфере. Отлично. Достаточно полный ответ. Мне даже, кажется, дополнять тут особо нечем, Наталья Леонидовна. Да, конечно. Молодец. Ну что ж, тогда, ребята, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Беременность – это особый период в жизни женщины, когда её организм подвергается многочисленным изменениям, адаптируясь к потребностям развивающегося плода. На фоне чего будущие мамы могут жаловаться на разнообразный спектр недомоганий. А какие недомогания считаются вариантами нормы и не требуют обращения к врачу? Это вопрос для вас. Анталья Леонидовна, мы перешли от пациентки гинекологической, от женщины просто репродуктивного уже к такому важному моменту, как беременность. Скажите, пожалуйста, на вашей практике, что сейчас всё-таки? Большинство пар планирует беременность? Или всё-таки безответственно подходит к этому вопросу? Ну, конечно, большинство – это то, что нам хотелось бы, что большинство планировало, но не могу сказать, что уже никто не планирует. Действительно, появилось большее количество женщин, которые осознанно подходят к беременности. И пар, скажем так, которые планируют, которые обследуются, готовятся и проходят так называемую прегравидарную подготовку. Это очень важно, потому что то, какая будет беременность, какой родится ребёнок, зависит полностью от мамы, от её состояния здоровья, насколько она здоровая, подошла к беременности. Поэтому не большинство, к сожалению, но есть такие женщины, да, проходят, обследуются, и, что важно, принимают фолиевую кислоту и планируют беременность. И, в общем-то, мы у них… А за какое время это нужно начинать делать? Как минимум за три месяца до зачатия. Как минимум за три месяца планировать беременность необходимо. Тот же приём фолиевой кислоты, он должен быть и у женщины, и у отца. И потом, после наступления беременности, после зачатия, ещё женщина должна три месяца продолжать принимать фолиевую кислоту. Ну, помимо фолиевой кислоты, конечно, женщина должна быть соматически подготовлена, здоровая, если у неё какие-то есть проблемы, инфекции или так далее, желательно, чтобы она это всё пролечила до беременности. И, соответственно, после этого она может планировать и рассчитывать на то, что будет успешная беременность без осложнений, и роды тоже пройдут без каких-то вопросов и осложнений, и ребёнок будет здоровым. Поэтому, конечно, будем надеяться, что это всё-таки будет большинство, хотя я говорю, что есть надежда, потому что всё-таки стали женщины обращать внимание на это. Планирование беременности, но ещё и планирование родов. Люди становятся грамотные. Операция кислоревосечения. Понятно для врачей, что это всё-таки операция по показаниям, родоразъешение особым способом. Может ли женщина без показаний выбрать такой способ родоразъешения, как кислоревосечения? Ну, конечно же, нет. И объясню, почему. Потому что всё-таки это операция. И осложнения, как у любой операции бывают, точно такие же бывают осложнения и после кислоревосечения, и во время. Начиная даже буквально с анестезии, которая применяется при кислоревом сечении. Да, всё безопасно, да, всё современно, но осложнения могут быть. Осложнения могут быть во время самой операции кислоревосечения, уже не буду обозначать, чтобы не пугать наших слушателей. Осложнения могут быть после операции кесарево-сечения, и в том числе и отдаленные. Поэтому однозначно только по показаниям, только. Риски возрастают различных грозных осложнений, которые угрожают жизни женщине. Поэтому только по показаниям однозначно никаких желаний тут быть не может. Да, согласие женщины должно быть на кесарево-сечении, но показания должны быть выставлены строго по нашим клиническим протоколам. Планирование – очень важный вопрос. Мы об этом сказали. Многие планируют не только беременность, но еще и пол своего будущего ребенка. Я предлагаю сюжет по этому поводу. Ученые доказали, что сперматозоиды, переносимые мужскими гаметами, более подвижны и быстрее. Однако они недолгое время живут в женских половых органах. В среднем их выживаемость составляет 2-3 дня. Те же самые клетки, которые имеют женские хромосомы, могут двигаться гораздо медленнее. Однако их выживание в такой среде составляет до 5-7 суток. На основании полученной информации можно сделать простой вывод. Если женщина хочет родить мальчика, вступать в половую связь следует как можно ближе ко дню овуляции или же в ее пик. А если пара мечтает о девочке, интимная близость должна быть за 5-7 дней до овуляции. То есть стоит лишь правильно рассчитать дату овуляции. В настоящее время существует много способов это сделать. Самый простой – приобрести в аптеке специальный тест-полоску, но наиболее точный – провести ультразвуковое исследование. Если несколько методов используются одновременно, эффективность и точность расчета могут быть увеличены до 99,9%. Зачастую женщина на физическом уровне ощущает наступление овуляции, например, по незначительным болям внизу живота, увеличению полового влечения или изменению характера влагалищных выделений. Среди рекомендаций есть и диеты. Для того, чтобы зачать мальчика, некоторые специалисты рекомендуют есть помидоры, цитрусовые и петрушку. Многие женщины, вероятно, слышали о народных приметах, которые помогают родить мальчика. Согласно вековой мудрости, чтобы зачать мужчину, нужно хранить под подушкой за неделю до овуляции и в момент интимной близости гвозди, топор или любой другой мужской инструмент. Прибегая к такой примете, нужно учитывать дни недели. Понедельник, вторник, четверг практически на 100% гарантируют зачатие мальчика. Ну, судя по сюжету, мальчики все-таки в приоритете. Существуют ли действительно доказанные, проверенные методы о том, что можно выбрать пол своего ребенка? Ну, вы знаете, что, конечно, мы стараемся сейчас работать по принципам доказательной медицины, да? То есть каких-то больших, крупных, проведенных исследований по этому вопросу, конечно, не опубликовано. Интернет, он всегда полон информации. Женщины всегда там, да, черпают ее, обмениваются, подруги, друзья и так далее. Они считают, рассчитывают. Пожалуйста, как говорится, пусть рассчитывают. Нам от этого какой плюс? Они планируют беременность. И слава богу, пусть планируют, пусть беременеют и пусть рожают. Мы только за. Поэтому отговаривать от расчетов мы никогда не отговариваем. Хотят, пусть считают. Мальчики и девочки. Наша позиция, как у Кашар-Гинеколога, главное, чтобы дети были какие-то здоровые. Сейчас я предлагаю послушать ответ ребят на второй вопрос. И напомню, что он был о том, какие недомогания во время беременности считаются как вариантом нормы, да, и не требуют лечения. Ну что, Анастасия, ваш ответ. Для начала я бы хотела сказать о том, что каждая женщина рассматривается индивидуально. Определенная ситуация для одной беременной женщины может являться нормой, а для другой тоже будет патология. Но я решила выделить несколько моментов, о которых можно сказать как о норме. И начнем с явления токсикоза. Обычно он начинается с 5-6 недели, и где-то к 12-16, в среднем к 18 неделе это явление либо угасает, либо прекращается. Токсикоз – это явление тошноты, рвоты, особенно в утренние часы. Но если это уже как многократно происходит у женщины, то это уже будет являться патологией. Следующим моментом я бы хотела отметить периодические тянущие боли внизу живота. Это может являться нормой, если это происходит на раннем этапе, и если они периодические. То есть мы это можем связать с тем, что у беременной женщины начинает увеличиваться матка в размере, и происходит натяжение связочного аппарата матки. Из-за этого и появляются боли. Но если она начинает жаловаться на длительные боли, либо они сопровождаются кровянистыми выделениями, то это, соответственно, мы уже не говорим о норме. Далее я бы хотела сказать про температуру. В норме у беременных женщин температура может варьироваться до 37-37,2 в среднем. Это будет считаться нормой, так как у беременной женщины повышается уровень прогестерона в организме, а он действует на гипоталамус. То есть это гормон беременности, да? Да, а гипоталамус будет являться нашим центром терморегуляции в организме. Ну, соответственно, температура будет увеличиваться. За счет структурных изменений у беременной женщины может возникать болезненность в молочных железах. Это будет сопровождаться тем, что, как я уже сказала, прогестерон повышается в организме, эстроген остается на минимальном уровне, и начинает вырабатываться гормон пролактин. Он будет действовать непосредственно на саму железу. Ну и в заключении всего я бы хотела сказать, что важным этапом для протекания беременности является отдых и уход за собой, а также квалификация врача, потому что он будет назначать рекомендации женщине, которым она должна будет следовать. Настя, я благодарю вас за ваш ответ. Наталья Леонидовна, вас попрошу в конце нашей программы дать небольшие рекомендации нашим женщинам. Да, конечно, но мне все-таки, как у кошер-гинеколога, более волнительно за репродуктивное здоровье, да? Это неотъемлемая часть вообще в целом здоровья женщины, поэтому хотела бы пожелать нашим женщинам, чтобы они сохраняли репродуктивное здоровье, планировали семью, рожали детей. Если не хотят рожать детей, пусть принимают проверенные современные методы и способы контрацепции, которые сейчас в море, которые можно подобрать каждой женщине индивидуально. Старались защищать себя, своих партнеров от инфекций, передаваемых половым путем. И в этом случае тогда все будут здоровы, будут рожать здоровых детей, и у нас, в общем-то, будет благополучная нация. Поэтому всем сохранение репродуктивного здоровья только могу пожелать. Я благодарю за сегодняшнюю нашу встречу Наталья Леонидовна, Артем, Настя. И до новых встреч в программе «Тело человека». Самое ценное, что есть у человека, это здоровье. Стоит ли проверять эту аксиому на себе, особенно без особых на то оснований? Не болейте, а если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин